У представителей профессии, о которой мы расскажем в следующем сюжете, тоже есть свои нормы и правила поведения на работе. Почтальон должен быть приветлив с людьми и внимателен к их корреспонденции. Вот только в некоторых отделениях связи таких сотрудников по-прежнему не хватает. И сегодня мы продолжаем серию репортажей «Я рабочий». Корреспонденты Бероновастей Давича попытаются доказать, что ручной труд не зазорен и может приносить доход. Сегодня Дмитрий Житарчук узнал о тонкостях работы почтальона. Профессия почтальона сегодня также востребована на рынке труда. Основные требования к кандидатам – внимательность и ответственность. Посмотрим, получится ли у меня. Здравствуйте, с чего начинается ваш рабочий день? Рабочий день почтальона начинается с сортировки писем по улицам, домам и квартирам. Затем мы почту укладываем в сумку и выходим на участок. Участок почтальона Елены Гамберг – это район улицы Комсомольской и Октябрьского проспекта, то есть несколько кварталов. Корреспонденция, обычные письма, заказные, журналы и различные извещения. Разбираем по адресам и в путь. Давайте попробуем. Так, это дева. Можно на плечо, можно через... Так. Рабочий день у нас шесть дней в неделю. Выходное воскресенье. Работаем мы с восьми до трех часов. Сразу все письма и извещения почтальон с собой не берет. В этом нет необходимости. Всегда можно, что называется, забежать на участок и взять новую партию. В общем, кому как удобнее. А вот походить по городским тротуарам придется. Не всегда это легко. Да и подъезды по весне иногда напоминают неприступную крепость. Но есть и свои плюсы. Преимущества – гибкий график работы, удобный. В плане зарплаты как-то выплачивать? Задержки не бывает. Зарплата стабильная. Отпускные, больничные – все оплачивают. Главное в этом деле – внимательность. Положил журнал, к примеру, не в тот ящик придется раскошелиться. Почтальон в этом случае платит за пропажу прессы. Из собственного кармана. 14 лет. Да, это вот это. Это журнал стоит 120 рублей. Что касается заказных писем, то их нужно отдавать жильцам лично в руки. Не во всех подъездах есть лифты или они работают. Другими словами, походить придется немало. Тем же, кто к этому готов, следует знать. В центре занятости сегодня открыто 27 вакансий почтальона. Зарплата почтальона невелика, где-то около 9 тысяч, но всегда есть возможность подзаработать. За разноску той же рекламной продукции полагаются дополнительные деньги. А еще существует возможность карьерного роста. Дмитрий Житарчук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей и Давича.